как эта книжка появилась, почему она именно так называется и после этой истории любые вопросы, которые у кого-то будут, я на них с радостью буду отвечать. Появилась она замысел еще в 90-х годах, в конце, и совершенно не потому, что хотелось написать обязательно что-то еще, не хотелось называться автором второй книги, нет, потому что меня гораздо больше уже интересовало кино, и в общем это фигул автор одной книги меня вполне устроило. Но поскольку не знаем мы из чего появляется литература и как она вообще приходит, вот какое-то зерно внутри появляется, только понимая, что вот что-то внутри вызревает и этот росточек должен рано или поздно превратиться в какую-то историю. И тогда же были сделаны первые наброски, тогда же появился вот этот герой раздолбай, появился он потому, что ясно было, что эту историю писать от первого лица уж никак неправильно, писать ее про какого-то весь Васю Иванова тоже неправильно, потому что хотелось, чтобы она была более универсальная, а история Васи Иванова, там была одного его частная история. И тогда же появился вот этот герой раздолбай, и было написано где-то страниц 500 разных набросков, из которых общескожно сейчас будет использована процентов 15, остальное все было выброшено, но вот 15 процентов тогда пригодились. Потом прошло время, как эта история вызревала, 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 и вот вызрела пока что до первой книги, потому что вся история где-то вот, это где-то вот столько, и еще вот два работы, то есть там просто очень большой, большая история получилась в замысле. Вот, а подтолкнула писать вот такая книжка, когда-то прочитанная, и одна из любимых, Жан-Кристоф Ромена Ролана, о формировании человека, о том, как он проходит свой путь там от детского возраста через какие-то подростковые впечатления, потом становиться зрелым человеком, потом сталкиваться с какими-то взрослыми испытаниями и так далее. Там четырехтомник огромный, тоже эта книга выходила в течение нескольких лет, и тогда же вот произвело впечатление, это захотелось делать что-то подобное. Поэтому я вот сейчас читал какие-то первые рецензии, там есть самые разные, есть положительные, есть отрицательные. Я к этому был готов, потому что понятно, что книжка там, по крайней мере, за Плинтусом, про маленького несчастного котеночка, которого там мучает большая злая кошка, это, в общем, трогает всех. А здесь история про такого шелудивого кота, который, в общем, пытается как-то устроиться на своей помойке, и это уже, в общем, не всех, наверное, так трогает, история этого несчастного котеночка. Поэтому понятно, что мнения разделяются. Но уже я заметил, что есть у некоторых такое восприятие этой книги как какую-то совсем подростковую историю, потому что она заканчивается на достаточно юном возрасте главного героя, там на 20-летие она заканчивается, эта книга. Но на самом деле там есть развитие дальше, там планируется уже более взрослые события. Поэтому книжка ни в коем случае не подростковая, просто эта часть, она описывает вот этот этап жизни, и большой этап жизни и наш исторический, потому что здесь как раз описано про, там, 91-й год, про то, как у нас была одна страна, потом стала совсем другая. Книжка ни в коем случае не политическая, просто это смена декораций и смена условий жизни для героя. И еще две книги, я приведу пример тоже, которые стали как-то таким, с отыкновением и ориентиром, что ли, это «Отец горе Бальзака» и «Американская трагедия». Вот почему. Потому что, значит, одна книжка была написана там в 800 каком-то году, я сейчас точно не вспомню, другая в 920-м, и в обоих случаях рассказывала историю человека, который там в условиях социального расслоения пытается пробиваться с нижних каких-то слоев наверх, мечтает в жизни как-то зацепиться, сталкивается с проблемами морального выбора, что можно делать, что нельзя делать для того, чтобы зацепиться. И я вдруг подумал, что у нас в нашей литературе таких книг не было. По одной простой причине, что у нас вот тот период истории, который пришелся на индустриальное общество, это был социализм, то есть была социальная защита. У нас свои истории были драматические, но вот все, что касается борьбы человека за место под солнцем в условиях, как мы называем это, фуржуазное общество, у нас этого написано не было, потому что у нас не было этого самого фуржуазного общества. И эти книжки, которые мы изучали на уроках литературы зарубежной, уже американскую трагедию, всегда это под таким прицелом, что вот посмотрите, там мелочные герои американской трагедии, думает об успехе в свете, о том, как заработать денег, ему чуждо стремление к строительству прокрессивного общества, в котором живем все мы, и вот посмотрите, значит, вот какой несчастный и жалкий его удел, и так далее, и так далее. Мы все это конспектировали, конспектировали, а потом вот так вот в три дня все, что описано в этой книге, свалилось нам на голову. Все эти конспекты, так сказать, бичевания у журжуазного общества отправились на помойку, а мы стали сами барахтаться в ситуациях, с которыми сталкивались эти герои. И поэтому хотелось как-то восполнить этот пробел и написать вот книжку о том же самом, да, о том, как человек, воспитанный в одной системе, попадает в совершенно другую и пытается в ней уже как-то барахтаться, как-то выбираться и свое место подсосом искать и сталкивается с нашими извечными вопросами, там, русской литературы, что можно для этого делать, что нельзя, и как-то и душу спасти, как сохранить, и все-таки и в жизни не пропасть. Вот, собственно, книжка об этом. Все, что я хотел вступительно сказать. Я сказал теперь любые вопросы. Спасибо за это приблизительно. Тогда, пожалуйста, можно задать любые вопросы. Павла Санаева, не стесняйтесь, как бы это все, что вас интересует об этой книге, о книгах, о запутывах, о фильмах, о кино. Чего угодно, пожалуйста, спрашивайте. А вы спрашиваете, потому что вы читали книжку? Нет, я не читала книги, я читала только первую часть книги. Да, а просто мне интересно, откуда ноги растут у этого вопроса, потому что, ну, вот почему вопрос спрашивается? Нет, нет, я понял, просто в этой книге довольно много об этом говорится, и поэтому я и спрашиваю, вы знали об этом, что там... А, нет, просто это так совпало. Значит, там что-то об этом говорится, но вот такая штука. Ведь история начинается стартовой точкой в 90-й год, а еще мы немножко там берем раньше, и там вообще конец 70-х затрагивается. И как раз во второй главе у нас Герой встречает священника, который для него абсолютно существо такое из сказок. Непонятно, почему они еще существуют, потому что это то же самое, как он считает, что если бы Дед и Морозы ходили в своих красных халатах и продолжали говорить хо-хо-хо, дарить всем подарки, но при этом требовать все отношения как к настоящим санктам для него. Почему? Потому что ему с рождения объясняли, что красноармейцы, сверли царя, сверли папу, бог, которые дурачили народ, чтобы народ слушался царя, а из тех пор мы строим прогрессивное общество. И это все со школы он знал и другому себе не представлял. И потом как раз он вдруг неожиданно встречает человека, музыканта своего возраста, который верующий, который абсолютно никак не афиширует, на эту тему не говорит, но в определенной ситуации вдруг у них происходит вот это столкновение, когда наш герой со смехом рассказывает, как он там отбрил священника, послал там его, а тот ему говорит, ему вообще-то это же я сделал. И дальше как, почему ты что, поддерживаешь, и слово за слово у них цепляется спор и разговор, и в общем дальше наш герой как раз и узнает какие-то вещи от других людей, в том числе и о том, что вы сказали. Вот, но это все происходит в то время, когда это еще очень далеко для большинства людей, когда для большинства людей это все находится в области суверения и таких диких предосудов, почему-то недобитых революционерами большевиками, вот, а потом начинает прорастать. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вам очень интересна такая целевая аудитория у этого романа, потому что повесть «Похраните меня за битусом» вышла довольно давно, прошло уже ни один, ни два, ни три года, вот, и сильно мне кажется, что эту аудиторию сокращают возрастные маркировки данных книгах. И когда читать, кому читать, решается почему-то не нами самим, а нам запущают или еще что-то. Вот как вы к этому относитесь? Ну, вы имеете в виду то, что 18+. Да. Ну, вы знаете, книжка уже есть в интернете и везде, и 18+, там никого не смущает, и все это читают. Значит, я бы не сказал, что это 18+, я бы сказал, что это, скорее всего, там может быть 15+, 16+, но 18 это может быть слишком. Вот. Что касается возрастной группы, то, конечно, я думаю, что она смещенная. Мне кажется, что эта книжка больше рассчитана на молодежную аудиторию, чем Плинтус. Плинтус, он универсальный абсолютно. Как я уже сказал в начале, да, история про несчастного котеночка, она цепляет всех. И она и для молодежи понятна, и для более старшего поколения понятна. И она особенно любима вот как раз поколением тех самых бабушек, которые все это очень хорошо помнят, знают, знают таких бабушек и своих друзей, сами такими были, сами в семье их испытывали и так далее. И мне, кстати, было очень приятно найти там один из отзывов, что вот есть люди, кому эта книжка уже понравилась больше, чем Плинтус, потому что они, написал один человек, что наконец-то появилась книга про наше поколение 40-летних мужиков, которые оказались на переломе вот этих эпох. И, наверное, в первую очередь это для них. И дальше для молодежи, кто находится в ситуации вот того самого раздолбая, понимая, что понятная часть жизни закончена, вот пока ты в школе, все понятно, да, учись, ну, плохих оценок не приноси, папка с мамой накормит, там, сигарет тащишь, ну, в общем, все понятно, да. А потом, короче, уже 20-25, и ты думаешь, а что же мне делать, а вот работы нет, а вот вроде можно пойти на эту работу, но она ничего не принесет, а как же мне, кем же мне быть и так далее, и так далее, вот все вот эти вопросы. Вот мне кажется, эта книжка может быть для них, может быть даже своего рода руководства. А вот еще вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, хотели бы вы, чтобы вторую часть этой истории также была экранизирована как первая часть. Но может быть, с вашим, ну, то есть под вашим руководством, ну, и без ваших... Можно уточнение, экранизирована так же экранизирована или так же экранизирована? Ну, к этому нету ни, скажем так, ни предубеждения там отрицательного, ни обязательного желания, чтобы это случилось. Потому что, когда ты пишешь сценарий для кино, понятно, конечно, что хочется, чтобы он был реализован и снят. Литература — это сама по себе конечная вещь, конечное произведение, да, и оно существует уже в законченном виде, вот как оно существует. Поэтому говорить о том, что очень хочется, чтобы это обязательно экранизировали, такого нету. Понятно, что если вдруг у книжки будет достаточное количество там поклонников, которые захотят увидеть эту экранизацию, рано или поздно это станет понятным, и тогда уже возникнет сам собственный ход разговор. В любом случае, это не может произойти раньше, чем появится вторая книга, и вся история уже окончательно будет закончена. Спасибо. Если еще вопрос, пожалуйста, спрашивайте. Разошла речь о экранизации, что вы думаете о той собственной экранизации, которая уже состоялась, чем вы недовольны, и, может быть, что бы вы переделали, или, может быть, что-то действительно получилось, и что вам понравилось? Да я все бы переделал. Нет, мне не понравилась эта экранизация по очень большому количеству причин, причем это не потому, что, как говорят там, автору никогда не нравится, как сделали его книжку. Да, это не так, потому что мне, например, очень нравились все спектакли, которые я видел, там больше, меньше, каких-то не нравилось что-то больше, каких-то там не все нравилось, но какую-то линию, вот мне она казалась неточной, там можно было покопаться, но они все были сделаны с уважением к тексту, с уважением к книге и с пониманием того, о чем она. Там нигде не пытались вытянуть из этого какую-то чернуху и сделать все одной краской. Потому что этот персонаж бабушки уже достаточно многогранный, то есть это человек, который сам страдает от своей, как он считает, любви, которую мучает окружающих. А получилась такая совершенно самодурная бабушка одной краской. Я могу привести пример, там в начале фильма она находит этого мышонка, когда перебитого мышеловкой, и, ну если бы, я не знаю, если бы я имел там возможность влиять на артистов или сам бы делать эту картину, то бабушка, при этом увидев этого мышонка, безумно страдала бы сама. Она говорит бы, садист, ну что ж ты сделал, садист? И, ладно, была бы большая мышь, но это же крошка совсем, ну что же вы перешибла? То есть у нее бы у самой разорвало сердце. А здесь бабушка, в исполнении Кличко, она как бы использует это как еще один повод вынуть дедушке мозг. Садист, ну что ж ты сделал, а? Ты маленькая совсем мышка, посмотри, а ты же ее перебил. Вот, это вот совсем не в ту сторону. Это первый момент, потом, ну, непонятно, почему красивые женщины Марии Шапшиной, действительно какой-то совершенно заблудыжный тип, абсолютно невменяемый, потому что в клинике было понятно, что это волевой талантливый человек, да, он из Сочи, у него определенные проблемы. Но он мужчина, на котором можно положиться, вот на этой вот меховой шапке положиться нельзя. Значит, она красивая баба, значит, будь я на месте папы с мамой, я бы действительно думал, что у нее с головой неважно, зачем она это привела вообще. Это второй момент. И третий момент, что вместо обретения финального счастья воссоединения с мамой выясняется, что мальчик думает про какие-то 25 рублей. Что тоже большой вопрос. Ну и самый большой вопрос то, что весь тот финальный монолог, который искупал, собственно, все, что делала бабушка, и после чего она умирала, когда у нее забрали этот воздух, все это исчезло, и вместо этого бабушка просто хватила удар после беготни вокруг стола. Вот четыре мои главные претензии к этой картине, которые делают ее совсем не про то, совсем не в ту сторону и так далее. Она имеет право на существование, вот как сама по себе. Но она никак не является, там, даже не просто правильной инкранизаторой, а вообще инкранизацией. Она там по мотивам. Кстати сказать, кстати, говорят, вот тут тоже некоторые говорят, ну, зато тебе от этого там был фильм, тебе там, наверное, продажи выросли. Еще это большой вопрос. Потому что я очень часто слышал от людей, ну, даже кому-то подарил книжку, они говорят, ой, я смотрел этот фильм, это такая чернуха, и вообще уберите это. Я говорю, нет, тут же с юмором, там смешно, там что там может для смешного, там вообще такой ужас показывали и так далее. Поэтому это еще неизвестно, где-то плюс, где-то минус. Пожалуйста. Скорее даже не вопрос, а в комментариях. Книжка вообще приведет очень светлое впечатление, по-моему, а фильм, к сожалению, не очень. И можно еще один вопрос? Да. Раз вот микрофон попал ко мне в руки. Вы назвали авторов, которые были в какой-то степени руководителями или примерами для вас, когда вы писали книгу. А можете вы сказать что-то у современных авторов? Кого из современных вы бы советовали читать, и кого читаете сами, если читаете? Я могу сказать, что у меня с какого-то момента интерес к чтению упал почти до нуля. Был период, когда я читал очень много, с того это была классика, и преподавались такие современные речки. Это было, наверное, в 90-х, в начале 2000-х. Потом пропал интерес. В некоторой книжке я был в жюри Букеровской премии, там было 119 романов, которые приходилось как-то через себя пропустить. Я думаю, что это тоже надолго отбило желание что-то читать современное. Хотя, вот там у меня был такой абсолютный фаворит. Это Ольга Славникова «Лёгкая голова», я считаю, что замечательно написанная книга. И это один из примеров, как вот в современной литературе можно... Мы привыкли говорить, что вот хорошая литература вся, она осталась вот там, где на боках. Вот сегодня уже ничего хорошего написать нельзя. Вот это пример, что можно там, по-моему, на пять писателей. Хватит каких-то удачных находок, метафор и всего такого. Здравствуйте, еще вопросы? Еще один вопрос родился к вам. Насколько это сильно читатель ощутит свет между первой и второй книгой? Это очень важно, потому что мы все знаем первую, но еще практически никто не знает второй. Вы знаете, можно было бы сделать так, чтобы абсолютно ощутили. Можно было бы быть. Что я имею в виду? В этой книжке намеренно нет отсылок, кроме одной. Там в одном единственном месте специально сделан какой-то сон, который снился герою и первой книги тоже. Но можно было бы сделать это отсылке очень легко. Сохранить все имена, дать понять, что там вот этот отчим, который здесь упомянут, что он не директор крупного издательства, а что он там вот тот самый из Сочи приехавший художник, который там что-то в жизни добился. И, кстати, это было бы понятно, потому что такое получилось совпадение, что герой поступает в Суриковский институт. Это было бы даже понятнее, да, что папа, как бы вот это Сочи, старший художник, его тоже толкает в Суриковский институт, дать там заказам бабушку, которая умерла, у которой он жил. То есть вот это сделать привязку ничего не стоило. Я не стал этого делать, потому что мне все-таки казалось и кажется, что это должен быть самостоятельный роман, который может читаться в отрыве от Флинтуса, и кто-то может, наоборот, прочитать сначала эту книгу, потом первую, и это не снимается. Но другое дело, что, поскольку первая книга заканчивается, там, по-моему, как мальчика задает, сколько ему, лет 9, вот, а вторая, примерно, с этого же момента начинается, то есть она начинается в 19, но он несколько раз возвращается назад, и там есть какие-то эпизоды из детства и другого, правда, да, но можно было бы это добавить. И поэтому преемственность есть, то есть можно понять, что это было про детство, а это как бы для его дальнейшего заседания, того же героя этого Саша Савельева, назовем его так. И она написана в этом же стиле, то есть написана она в этом же стиле, как Флинтус абсолютно, поэтому здесь можно было бы сделать, чтобы это было просто прямое продолжение, но немножко оно все-таки обособлено, но преемственность есть. Спасибо. Раз, есть еще вопросы. Здравствуйте. Скажите, вот, первая часть, от которой не записывался, выходила на какими изданиями, в том числе, вы дополняли ее теми главными рассказами, которых не было в изначальном издании. Вот как вы вообще относитесь к детству, когда он уже написан, да, и будут ли еще какие-то издания именно первые книги, можно ли вы узнать какие-то еще новые страницы из истории этого мальчика? Ну, предыстория, если говорить про то издание, там получилось так, что остались там не три, там даже пять осталось глав, не вошедших, которые не получились. Ну, она же вся писала с главами немножко, ну, в разное время, и там было пять глав, которые, ну, как-то они не очень. И они вылетели при окончательной верстке. А потом появилась такая девушка, Саша, которая вот сама на частных основах, там, на личной инициативе сказала вдруг, что я вот для вашей книжки нарисовала картинки. Просто сама нарисовала вот эти иллюстрации. И я подумал, симпатичные иллюстрации, а что будет, если сделать вот такой подарочный вариант и выпустить их, ну, с этими иллюстрациями? Я пришел в издательство и говорю, а что если мы выпустим их с такими иллюстрациями книжку? Они говорят, хорошо, но одних иллюстраций мало, может быть, есть чем-то еще дополнить? Тогда я посмотрел эти главы и подумал, а, в принципе, если их переписать там получше, то можно их, в общем, довести до ума, и они будут так еще, ну, парой историй из этой жизни. И я их переписал заново, сделал их получше, как мне кажется, и мы их к этой книжке купили к общему содержанию, вот, и получилось такое подарочное издание, которое многим понравилось. Что касается этой книги, то, скорее всего, будет еще, вот, когда будет написано вторая, просто будет общее издание под одной обложкой, вот и все. Да. Пожалуйста, еще вопросы, друзья, старайтесь, любые вопросы по обложке. Ага, его можно протянуть хорошо, я попрошу. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, эта книжка вот вторая, это автобиографичная, или это все-таки какой-то собирательный опыт, вы... Жизнь, я этот вопрос решил оставлять без комментариев, потому что мне кажется, очень неправильно препарировать книгу и говорить, вот, а вот это было, а вот этого не было, а это из жизни, а это не из жизни. Ну, понятно, что какие-то вещи берутся из жизни, там, тот же девяносто первый год, который описан, естественно, и я был бы свидетель, и мы были бы свидетельницей, да. Но говорить, что очень смешно, кто-то уже сделан из там, из рецидентов, проследили параллели какие-то там, в моей жизни, в жизни героями, вот, значит, все точно, это, значит, опять... Ну, зачем в ревисекции книжки заниматься и всю их там... Спасибо. Пожалуйста, еще вопросам. А что же реагирует книги любовь? Значит, ну, она... Тут есть у нее влюбленность, да, но ведь любовь, она в каждом возрасте, она совершенно разная. Если мы говорим про 19-летнего человека, то он же не может еще не дать ничего женщине сам, по большому счету, он не очень-то понимает, что ему это нужно, для чего ему это нужно, как этот союз может вообще быть реализован. Но при этом кровь кипит, да, и когда он увидит объект, то он, как раз он застилается, и дальше он понимает, что вот вижу цель, она белая, все. Вот это примерно то, что для этого героя это ослепление, это эмоциональная какая-то вспышка, это потери реальной картины жизни. А кто читает главный бюро книги? Читает она вообще? Нет, он слушает тяжелую музыку. Здравствуйте. Вот это, кстати, слово о биографии, вот это правда. Скажите, пожалуйста, вы примерно определите ли вы аудиторию, но при этом все-таки так, как книга о подростке, советуете ли вы, и считаете ли вы это нужным, правильным, интересным читать, постороннюю часть для подростков, возможно? Я не очень понимаю, старуюсь... Ну вот, вышедшую книгу, скажу так, в продолжении этой книги. Вы советуете ее читать самим подростком? Тем, о ком? Ну, конечно, в первую очередь. В первую очередь? Хоро за эти вопросы, если они есть, можно спросить их. Размешкает ли герой о смысле жизни и... Какое его отношение к роднике мироздания? Концепция мироздания? Есть мироздания? Какое мироздание? Мироздание? Мироздание, может быть. Мироздание, дайте, пожалуйста. Ну, я думаю, что... То есть не думаю, я знаю точно, что в этих книгах он до этого не дорос, он пока блуждает в потемках, и более опытные друзья водят его по разным углам, вот. Но я точно могу сказать, что во второй книге, как раз, может быть, об этом можно читать довольно много. Что-то будет внутри, ребят? Пожалуйста, еще вопросы. Еще вопросы по ВОН. Да, пожалуйста. Вы понимаете, герой о понятии гении гениально? Нет. Нет. Вам явно стоит книжку купить и прочитать. Вы сразу узнаете все ответы. Пишут ли вам подростки вот по поводу первой книги? Или что, какие вопросы они задают, если у вас какой диалог с ними? Нет, диалога у меня нет, потому что у меня нет никакой там социальной странички или каких-то там вещей, где могли бы писать и вступать в диалог. Вот. Есть сайт книги первой, где есть страница отзывов, и там многие люди пишут. Пишут разное. Пишут и хорошее, и плохое. Вот. И молодые люди, и не очень молодые. То есть там есть все. Павел, скажите, пожалуйста, вы посвятили эту книгу своей жене Альоне. Какую роль она сыграла в написании этой книги? Ну, роль моей жены. Вот. Просто, знаете, какая штука. Я как-то там, после написания уже первой книги задумывался о том, как же вообще… Я Владимир, когда я писал, я думал, как это вообще вот с таким человеком, который пишет вот книгу, как я писал, как вообще с ним рядом возможно жить. Потому что, ну, это ненормированный рабочий день этой ситуации, когда ты выключаешься вообще вот из жизни. Вот ты есть, а тебя нет на самом деле. И это посвящение – это просто знак признательности огромный за то, что она ко всему этому относилась к пониманию. Потому что два с половиной года я писал эту книжку. Из них последние шесть месяцев очень-очень интенсивно. И там, особенно под конец, были ситуации, когда уже даже она со всем своим пониманием и терпением чуть не расплакалась, потому что говорит, что ты похож на облака, на чешевского кота, что вот ты есть, а тебя на самом деле нет. И я действительно понимаю, помню это состояние, что вот просто где-то дома нет никого. Потому что ты в это время там, в этом тексте. И вот за это понимание я просто не мог ей не посвятить. Спасибо. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. О, Клебетровица, надо третье задать. Вопрос такой. Чем вы будете заниматься в ближайшее время сейчас? Кино или все-таки литературой? Какие-то ниши планы на почте? Ну вот я почти ответил. Так, бегу на этот вопрос, только что, еще расскажу. Я планирую до осени отдыхать, вот так вот приводить в порядок мысли, и потом писать вторую книжку и параллельно писать какой-то сценарий. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот многие, значит, тут то имя, которое вы дали героям на обложке, не литературное. И название самого слова хроники, оно суховатое. А вот приписка, что это якобы продолжение первой. Это с какой целью сделано, и вот почему все-таки такое название героя? Оно ведь многих может отполкнуть, ведь наоборот, да и не пегало. Вы что хотели вложить в это слово? Почему вы используете такое? Я вначале говорил, смотрите, писать эту книгу от первого лица невозможно. Писать ее про Васю Иванова тоже неправильно, потому что это будет частая история Васи Иванова. Когда эта история про раздолбая, вот там раздолбает большую букву, то уже через страницу вы к этому привыкаете, и можете на его место подставить любого человека. То есть это некий обобщенный герой. Вот я бы не сказал, что раздолбай, такое уж не литературное слово, что теперь раздолбай, а не писали. Я скажу смешную историю про это название. Я когда представлял первую книжку, там была переводчица, были вот так итальянские гости, что они спрашивают, что она переводила, и гости дают вопрос, на чем я сейчас работаю. Я говорю, вот это сейчас книжка «Хроника раздолбаем», и я слышал, что переводчица переводит. Ну да, они раздолбай. Ну да, они раздолбай. Я так думаю, что это по-итальянски тоже что раздолбай. Я так очень удивился. Потом выяснилось, что я нашел случайно там в записи у кого-то, кто-то из русских был на этой встрече, и очень смеялась над этой переводчицей, потому что она перевела «Хроники Раздолбаева». То есть она решила, что «Раздолбаев» — это по-итальянски. «Хроники Раздолбаева». Скажите, пожалуйста, я очень с уважением отношусь к Ольге Славниковой, но вот неужели не заслуживают вашего внимания такие писатели сильные, как Захар Прилепин, Роман Сенчин? Что вы скажете на этот счет? Вы говорите, что не стоит как почитать? Я не говорил, что не стоит читать. Мне очень нравятся несколько книг Прилепина. Я сказал, что я в последнее время мало что читаю, и что за последнее время те 119 доманов, которые были, там, кстати, была «Черная обезьяна» Прилепина тоже, но «Черная обезьяна» — не лучшее произведение. Поэтому я Славникову отметил, а больше там в том списке, вот на таком же уровне, не увидел еще и все. Есть еще вопросов? Да, пожалуйста. Хотя ботинки, полные горячей водки, мне очень нравятся. А книги есть национальная лексика? К сожалению, да. А как ваш взгляд относится к службе Ванни? Он там не служил. Ну, это настоятельная система? А? Он рассуждает на эту систему? Ну, как, он не служил по причине того, что там уже нашли какие-то вещи, которые, как бы, изглавляли от этой службы. Да. Есть еще вопросы? Если будем получать автограф, то, пожалуйста, задайте нам последний вопрос. У меня автограф. Ну, как тяжело вашей жене вы уже вышли, а как это будет? Смотрите путь. Мама сегодня дочитала, ей понравилось. А к первой книге? Первая тоже ей понравилась. Спасибо. Ну, что за это? Смотрим Павла Санаева на сегодняшней презентации. Я думаю, что с остальными вопросами можно задать, когда будет автограф-сессия. Ваша будет сменка и можно подписывать книги. Ваши консервы страны. Уважаемые господа, прямо сейчас в нашем книжном магазине, официальный номер 14 на втором этаже, проходит автограф-сессия российского режиссора Аффера Павла Санаева, который сегодня представляет свою новую книгу хроники Розбордая. Спасибо. Всего доброго.